Меня зовут Лоскутов Олег, в свое время я работал на телеканале ТНТ. Это были действительно настоящие истории, это непридуманные истории, что кого-то убили, зарезали. Но откуда экстрасенс, если он не экстрасенс, может знать, что... То есть экстрасенс должен был пойти в лес, найти место крушения. Значит, как я уже говорил, вот в самом начале съемок в серии всегда присутствовало три испытания. Вот это вот была некая угадайка, была история такая какая-нибудь, кого-то убили, зарезали. И, ну, это всегда трагическая история. И была некая история такая паранормальная, когда человек там в доме слышал стук, звуки или еще что-то в этом духе. И вот экстрасенсы приходили и как бы разбирались, в чем дело. И еще же были там, по-моему, поиск, там что-то на стадионе искать. Да, конечно же. Но поиск, так как испытания поиска, это были такие более глобальные испытания, то их всегда испытания поиска оставляли уже тогда, когда экстрасенсов оставалось все меньше и меньше. Это было проще по съемкам, потому что это были масштабные съемки. И на каждую серию такое испытание не готовилось. Это когда уже оставалось, например, там четыре человека, четыре или три человека экстрасенсов. И вот тогда уже были масштабные съемки, когда там или прятали людей в каком-нибудь заброшенном здании или там еще что-то в таком. Ну, чаще всего или ребенка в лесу прятали, там лес, поле, вот эти вот перемежающиеся территории. Или заброшенные здания, там больницы, школы или еще что-то в этом духе. И там нужно было найти этого человека. В этой части нашего разговора я хочу пояснить, что все истории, которые связаны с людьми, с какими-то трагическими судьбами, с судьбой человека, это так назовем, там, где участвуют люди. Но я думаю, что и сейчас, и раньше это были действительно настоящие истории. Это непридуманные истории, что кого-то убили, зарезали. Вот тут я не могу сказать, что я хотя бы раз участвовал вот в такой придуманной истории. Дело в том, что на битву экстрасенсов присылали письма люди со своими историями. Вот у меня такая-то проблема, помогите разобраться. Вот если это письмо стоило того, стоило вот того интереса, или это была ценная информация, интересная информация, с которой можно было съемки сделать, то это пускалось в работу. Но сначала показывали это письмо продюсерам. Вот, и я могу сказать, что были, вот через мои руки прошли истории, которые мне самому очень нравились на тот момент. И, как я уже говорил, что какими-то историями я могу гордиться. Это вот, ну, потому что если ты берешься за эту историю, вот тебе пришло письмо по такой-то проблеме, то ты ее там доводишь до конца. То есть ты, это очень сложно на самом деле, вот на экране это немного как бы показано, а на самом деле сложно, когда человек написал, да, у него вот это то-то происходит. И ты должен эту историю раскрутить. Ты встречаешься с главным героем этой истории, встречаешься с его там детьми, родственниками, соседями, которые могут сказать, да, действительно, я там слышу шум или стуки в их квартире, или я там видел что-то. То есть ты собираешь вот всю-всю-всю вот эту информацию, нанизываешь, нанизываешь ее, вот, и как бы у тебя получается цельная картина, что в этой семье происходит то-то, это видели те-то, те-то, те-то и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас мы подойдем к самому важному. То есть я как редактор, я владею на момент съемки этой истории, я должен владеть во всяком случае информацией всей, чтобы не было никакого провала. То есть, например, если экстрасенс на съемочной площадке сказал, я вижу, вижу, он сгорел в огне, а там вижу какую-то, не знаю, синюю картину на стене. Я должен знать, что в этой квартире когда-то висела синяя картина на стене, или не висела. Потому что если она висела, об этом знаю только я, и экстрасенс это сказал, то значит, он супер-пупер экстрасенс. То есть мы подходим к этому моменту, что редактор испытания владеет полностью всей историей, от а до я. Соответственно, экстрасенс может проходить по-разному это испытание. Может проходить хорошо, может плохо. Но если он скажет хотя бы вот ключевую фразу, что на этой стене висела синяя картина в тот момент, когда эта квартира горела, вот тогда он получит белый конверт. Потому что на этой неделе он был, наверное, самым лучшим экстрасенсом. Он показал самые свои лучшие способности и знания. Но откуда экстрасенс, если он не экстрасенс, может знать, что в этой квартире висела синяя картина? Ответ напрашивает сам собой. Значит, кто-то из экстрасенсов подружился каким уж способом. Это мы не знаем. Или знаем, но у каждого редактора были свои способы. У каждого экстрасенса были свои способы. Значит, он подружился с кем-то из редакторов настолько, что редактор, рискуя своей должностью, рискуя своим положением, мог сливать вот такую информацию. Про квартиру в огне и синюю картину я привел как общий пример. То есть, для того, чтобы зритель понимал, что если экстрасенс говорит, что в этом пожаре сгорела синяя картина, и об этом знают только родственники и редактор, а родственники часто за монитором сидят и говорят, да-да, там была синяя картина. Боже мой, боже мой, как он узнал. Ведь мы часто наблюдаем такие вещи, когда герои истории сидят за монитором и говорят, ой, да он ничего не рассказал, ничего, как-то не попал. Они все время говорят, не попал. То есть, не попал, не это самое. То есть, они даже не говорят, что прояснение видел, прочувствовал, что он говорит, не попал, что-то неинтересно. И вдруг, если экстрасенс говорит, что в этой квартире, где был пожар, сгорелась синяя картина, и все говорят, боже, там правда была синяя картина. Вот, вот он настоящий экстрасенс. Да, герои истории, где произошли всяческие разные трагедии, болезни и так далее, и так далее. Это настоящие люди. Эмоции, реакции. Эмоции, реакции, ну да, ведь никто их не заставит там плакать или не плакать. С ними можно провести беседу, чтобы они как можно больше говорили за монитором. То есть, рассказывали, общались между собой. Ну, то есть, они не просто молчали, сидели, а отдавали какие-то реплики. Потому что из этих реплик, из одной и двух, можно пустить в эфир для того, чтобы усиление эффекта. Вот, да, действительно, блин, там была эта картина, никто об этом не знал, и мы даже сами забыли. Вот, то есть, если герои истории, они общаются между собой, рассказывают друг другу что-то, подтверждают, то это, конечно, очень большой плюс. А много ли вообще писем получали от зрителей вот таких, у кого там или квартира, или какая-то трагедия, или какой-то полтергейст дома живет, или еще что-то? Много таких писем было? Вот на первый сезон как их находили, или не было тогда таких писем? Писем в адрес редакции было, конечно, много, уже начиная с первого сезона, потому что там была почта указана, куда можно присылать свои истории, и поэтому, конечно, их было много. Но шквал писем увеличивался с каждой серией, то есть, конечно, на первую серию, на вторую, на третью особо же никто же еще не писал, и не знали куда, и не знали, что это за программа. А тут вдруг стали показывать, что кому-то помогают, кому-то рассказывают о его там судьбе, еще что-то. И вот тут вот уже вот это вот покатилось, 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 письма все, ну, как бы больше, больше и больше приходили. Поэтому писем было достаточно много. Это была общая почта корпоративная, куда приходили все письма. Мы их читали, какие-то письма сразу уходили в корзину, потому что, ну, не несли в себе смысловой нагрузки. А в каких-то была действительно история, которая могла быть телевизионная. Когда среди вот таких жертв, у которых, я так понимаю, какая-то проблема, да? Что среди них действительно были какие-то актеры, нанятые, ну, не смогли найти отходящего никак. Могло быть такое? Честно, при мне не было. Все истории были по письмам. Или брались герои реальных историй. Поэтому нет, нет. Это потому что в основном это брались или популярные люди, у которых что-то произошло в жизни. Вот. И вот это вот раскручивали. Начинали разговаривать об этом. Или же происходила какая-то очень сильная трагическая история. Вот, например, в первом сезоне, как бы сезон заканчивался очень такой крутой историей, когда самолет вылетел в Шереметьево и упал, загорелся. И вот в живых остались две стюардессы. И вот одна стюардесса как раз-таки принимала участие в этих съемках. То есть экстрасенс должен был пойти в лес, найти место крушения, рассказать, что здесь произошло и так далее, и так далее. А как находили, ну как нашли этих стюардесс? Как находили тех знаменитых людей, которые могли участвовать? Ну, саму идею нам всегда, конечно же, давали продюсеры. То есть, например, это могло прозвучать так. Ребят, вот есть стюардесса, выжившая после крушения. Надо ее найти. То есть она не говорила, где найти, как чего найти и так далее, и так далее. Поэтому вот эта вот история со стюардессой, которая выжила в авиакатастрофе, вот я о ней немножко говорил, что я даже немножко этой историей горжусь. Потому что, вот, например, получил я задание, надо найти выжившую стюардессу. Где ее найти? Вот где? Начинаешь копать интернет, начинаешь копать издания, в которых печаталась история про нее. Звонить журналистам, которые брали интервью с этой стюардессой. Спрашивать контакты. Ну, то есть, это такой достаточно долгий путь. А со стюардессой произошло вообще... Мне дали контакт ее домашний телефон. Казалось бы, ура-ура. Я звоню, а это телефон в Питере. И там мне говорят, а вы знаете, а это уже проданная квартира. То есть, стюардесса продала квартиру в Питере и куда-то уехала. Ну, казалось бы, вот прямо, что делать? И вдруг я, значит, вот рассказываю, что она нужна мне, этой даме, которая взяла трубку. И оказалось, что одна стюардесса оставила свой номер телефона. И вот я уже позвонил по этому номеру телефону и так далее, и так далее. В общем, вся эта история выросла. Она в то время уже жила в Тверской области. Мы сели на машину, поехали в Тверскую область. Встретились с ней, договорились о съемках. Экстрасенсов везли на съемочную площадку. Я с водителем поехал в Тверскую область забирать стюардессу. То есть, такая вот история такая длинная была. То есть, ты лично с ней, получается, общался, узнавал у нее всю информацию? Да, конечно. И поэтому, конечно же, узнаешь подробности, как вылетели, как летели, через сколько минут, как чего. Ну, то есть, в принципе, вся информация, которая... Но, опять же, эта вся информация уже до съемок битвы экстрасенсов, она была в общем доступе. Ведь это же в газеты и СМИ освещали. Это же не вчера произошло, что никто не знает. Это была открытая информация. Поэтому нужно было немножко с другого боку зайти. Нужно было вот на этом участке... Расскажите, что произошло, как произошло и что здесь было. То есть, экстрасенс не знал, что вот именно вот здесь вот упал самолет. грубо говоря. Просто его привели там на 10 квадратных километров. Вот ищите. Я вот что хотел еще сказать. Подходя вот уже к этому, раз мы заговорили про финальное испытание, и заговорили про первый сезон, вот как кто... Вот именно я хотел акцентировать на Натальи Воротниковой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...